Было даже. Чего? Нет, ни в коем случае. Просто поинтересовалась, и всё. Как обычно, собеседниками со своими общаемся, так и с вами. Вот вы дорогой встречаете кого или где-то? Вы же не спрашиваете, как дела. А главный вопрос должен быть такой. Мы встретились. Встреча короткая. Чем мы можем быть полезны друг для друга? Друг для друга. Вот тоже интересно. На самом деле, вот интересно. Интересно. Мы пришли сюда, православные проповедники, возвестить о любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей и ждёт с покаянием воскресший Спаситель. Я вот абсолютно согласна. Вот так. Вот абсолютно согласна. С каждым словом согласна. Библия, настольная книга. Всё правильно, всё правильно. Я за вас свечу поставлю, как вызвать. Потому что здесь собирались люди с утра и до самой глубокой ночи для одного дела. Это прелюбодеянное, блудное место Содома и Гаморра. Ой, ой, знаете, нет, не соглашусь. Здесь есть и хорошие, добрые люди. Поверьте мне. 50% из тех, кто здесь есть, голые мужики. 90% мусульмане. Самое блудное всё собралось здесь. Женщины показывают такие мерзости, трясут тетьками. Нигде в мире нет этого. Нигде. Поэтому здесь надо сказать, что за это ждёт вечное наказание от Бога. Да, спасибо. Всё ждали. Есть три добрые. Добрые визы всегда есть. Но это меньше процента. На 250 человек, вот я здесь уже нахожу 4 месяца, с кем можно поговорить? На 251. А из мусульман на тысячу. Ни один не знает свою книгу. Не знает. Он знает одно, что можно 4 женщины иметь. А тут... А ещё есть этот никто. Тоже есть же такое, правильно? Есть. Но тоже же не знает никто ничего. Говорят-то, кивают, кивают, а сами же ничего не знают. Правильно? Для вас кем является Христос? Вот думаю, будет пить или не будет. Будет пить. Все пьют. 100% пьют. Хоть что-то. Хоть воду, хоть что-то. А почему? Не знаете. Я говорю, вы пытаетесь блудный огонь затушить, а за это гиенский огонь ждёт. Вы сами не знают того, показываете, что там гореть вам в огне. Мой золотой, мой хороший. А как же не пить? Ну, если хочется пить. Ну, понятно, понятно. А вот такие вот, ну, пьём. Но это же... Это не алкоголь, это ничего такого. Да не надо говорить. Я не про алкоголь говорю. Он не алкоголь. Дело в том, чтобы так на глазах людей всё время пить или жевать. Такого в интернете нету. На миллиарды людей этого нет нигде. Значит, нигде ничего нет. А вы знаете, кто изобрёл эту рулетку? Кто изобрёл рулетку эту? Козлы какие-то. А кто? Сам Тонина есть и не слово. Мальчишка, 15-летний, двоечник. Он говорит, одни двойки, говорит. Я решил что-то думать. Ну, видите, мы хотя бы... Он изобрёл, а мы с вами уже встретились. А для чего его... Скажите, а почему власти не вмешиваются, видя такой разврат, безобразие, рукоблудие? А причина одна. Лучше на Майдан не ходите. А властям разницы нет. За время перестройки в России... За время... За время перестройки в России сделано 120 миллионов абортов. Самое большое кладбище – это женское чрево и вагина. Ужас. Государство проглотили. А почему ужас? Потому что неверующие, один блуд. Да, правильно, правильно. Разводов сегодня в Российской Федерации 86,5%. Вот это вот, вот это точно, это точно. А почему? И воиновны в большинстве женщины не знают своё место. Мужики-подкаблучники. Ну, бабы есть бабы. А вы, вот зайдите на наши ресурсы, если желаете. Посмотрите, как у нас люди одеваются. А вы поделитесь. Вы можете зайти? Конечно. Заряжайте канал на Ютубе. Во свете Библии. Во свете Библии. Так вы не набираете. Не, я всё... Я сейчас... Ну, наберите. Во свете Библии. Два слова. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Напишите. И сейчас откроется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Всё. Есть уже. Ой, всё. Нашёлся. Нашли? Да, да. Сколько подписчиков? Так, секундочку, секундочку. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Так, сколько? Последнее видео. У меня ваше последнее видео открылось сейчас. Секундочку. Так. Узнала вас. Я узнала. Сколько? 5898 просмотров. Сколько просмотров? Просмотров сколько? 5898. Общих просмотров сколько на Ютубе? 43 тысячи подписчиков. 43. Сколько? 43. 43. 43 миллиона просмотров. 43 миллиона. Ага, да, да, да. Вот. Если вы по скайпу зарядите Игнатий Лапкин, я один. Я сразу готов ответить на ваши вопросы. А как мне с вами связаться дальше? По скайпу. Скайп. Ага. Если по скайпу зайдёте, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией на весь интернет. Я сброшу наши ресурсы. Вот здесь на Ютубе у меня роликов 17 тысяч 800. 17 тысяч. Я посмотрю последнее ваше видео. Очень интересно. На самом деле. Ход Хангин. Ой, очень интересно. Мы строим православную деревню. Где не запить, курить, материться, воровать. У нас ни одного развода, ни одного аборта нет. Жёны одеты всегда в платках. Вот как хиджабы. А мы православные. У меня четверо детей. У меня четверо детей. Я вполне себе очень приличная женщина. Поверьте мне на слово. О себе я знаю заботчесть. Мне интересен ваш канал. Вы меня сильно прям не топите. Не давите на меня. Я всё просмотрю. Мы будем с вами общаться. А вот если знаете что? Если вы через гугл зарядите сайт. Сайт. Во свете библии Игнатий Лапкин. Сайт. Вы там найдёте сокровище. 50 книг аудио моим голосом насчитаны. Там у меня 41 книга, которые вышли из печати. Мне пришлось одновременно вести занятия в пяти университетах. И ни разу пару часов я не позволил стакан воды поставить на капитру за 18 лет. Вы же занятой человек получаете. Правильно? Вот вы знаете, по милости Божией, это всё силой кого-то не сделать. Господь сделал. Эти книги я позвонил в библиотеке подарить. Они имеют оживляющее, воскрешающее действие. Каждая книга, каждая книга, 752 страницы. Валяются в одежде. Мы, проповедники, пришли людям рассказать о великой радости, что Иисус Христос умер и воскрес и дарует прощение даром. Не по делам законы, а по благодати. Это что, это Иегова или нет? Старовер? Так что? Старовер нет. Да, это наши корни, но мы признаём православную церковь, туда ходим. Россия-то вся была до Никола старовера. Князь Владимир старовер, Сергий Радонский старовер. А вы откуда? Если у вас есть духовные вопросы, вы можете задать о душе, о вечности, о будущем. Я даже растерялся. У вас микрофон далеко, плохо слышно. А мы просто в машине едем. Но я вам два слова мог бы сказать, два слова. Как ключ, у нас большие ресурсы здесь в интернете. Игнатий Лапкин, это я. Два слова, если зарядите. А всё называется «Во свете Библии». И вы зайдёте на наш YouTube канал. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. В этот Содом и Гоморру, чтобы показать, великая радость на землю сошла в лице Иисуса Христа, который умер и воскрес для нашего оправдания. Чтоб жили для Бога люди, не безобразничали. Священная книга, да. Да. У вас есть дома Библия, это нет? Нет, у меня... Нету Библию. У вас, наверное, другая книга, да? Ну, новая Библия. А такая книга есть у вас? Коран, да, перевод, да. А вы его читали? Знаете содержание? Это в Таджикистане я читал. Я в Таджиках этот в Таджикистане его читал. У нас написано «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». А кто не верит в Сына Божия, не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Ну, каждый... Сейчас это трудно понять людей, да, люди разные. Не трудно понять, только поверить, склониться и попросить, Господи, прости меня, ничего тут не надо. Многие знания. Поверить, что Иисус умер за наши грехи, не за себя. Он взял грехи мира на себя, как второе лицо Троицы, Бога-человек. Этот... Кто будет мусульманом, это вы знаете? Знаем, и это у нас написано. Если вы были... Вы не мусульманин сами-то? Я мусульманин. Так вот, откройте книгу свою. Сура пятая. Запишите себе. Сура, сура, это глава. Ну, да. Сура пятая. И аят сорок седьмой и шестьдесят шестой. И шестьдесят восьмой и шестьдесят восьмой. Чего там написано? Написано, что мы, христиане, называются люди Писания. Так называется. Везде обращаются люди Писания, люди Писания многократно. А Писания в то время никакого другого не было, кроме вот этой Библии. Ей 3600 лет. То есть, речь идёт о Библии. И там написано, и Господь Бог дал вам инжил. Инжил – это Евангелие. Инжил. Да, инжил. Да. Помните, Иса, Марьям. И вот четыре книги. А, да. Дал инжил. И вы, говорит, делайте, как вам ваш Господь вам повелел. Я по Евангелии поступаю. Там не написано, чтобы христиан убивать. Такого нету. Да, в Коране не написано так же. В Коране написано, да? Да, написано. Я вам считаю. Прямо. Какая сон… Коран написано, чтобы убивать христиан? Не убивать. Нет, такого не написано, я говорю. Такого не написано. Мы все братья по Адаму. Да, мы все с ним верят Адаму. Да. Вот здесь как раз говорится о том, что книга наша инжил, Евангелие было известно тому, кто писал. Правда, из нее ничего не выписано. Ну, все-таки ясно. Понятно. Это ваш телефон, как-то камера уже стоит, как пауза, он не двигается. Что-то плохо слышно. Далековато микрофон, наверное, у вас. Я говорю, ваша камера как-то тупит. Вот уже стоит. Не двигается камера. А, у меня стационар. Стационарный. Процессор и монитор стоят на месте. Это большой экран. Ну, я понял. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Мы живем в Барнауле. У нас тут есть хорошее отношение, меньше, как называют, конфессиональное. У нас здесь мусульман много, у них мечеть открыта. Да, мусульмане везде есть, да. Мы свидетельствуем о любви Божией. Длани Христа простерты для всех, он всех готов обнять. Что-то вы закрылись, вас не видно? Я говорю, что ваша камера как-то тупит, не знаю, из... Ну, ладно тогда, ладно, до свидания. Когда у нас все одинаковые. Да вам дела до меня нету. Я пришел сюда с большим делом. Рассказать о великой любви Божией, что Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Как вы хорошо говорите. Ну, вот, если есть рядом церковь, сходите на исповедь. Жить надо интересно, красиво, даже в бедности. А мы так и живем в бедности, интересно и красиво. Это я рад. А мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. И брат у меня священник. Мы храм построили сразу, деревню зарегистрировали, получили землю. Дороги сами строим. Шесть прудов восстановили. В какой области? Алтайский край, Мамотовский район. Это одна такая деревня на весь Советский Союз. Мы от вас далеко, мы Московская область. Ну, это тоже хорошо. Да, только для вашей деревни вряд ли вам кто бы здесь что-то выделил. Ну, у нас все идет, ладно, слава Богу. Главное... Мы за вас рады. Мы за вас рады. Ну, представьте, у нас в деревню заезжаешь, табличка, на территории деревни курить запрещается. На территории. У нас женщины все одеты, никто не красится, все в платках. И на службе два платка у них, как хиджапы, платья до полу. Ага. Староверы, что ли? Нет, не староверы мы, но и староверы в наши корни там. А к нам приезжает митрополит от патриарха Кирилла, который... Ага. Брат у меня священник. У нас с тарелкой по храму не ходят. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. У нас все по-другому. То же самое, но только деньги у нас никакой роли не играют. Десятина включена и все. А как вы живете? На что вы живете? Я еще раз говорю, мы все работаем. Все. На своем подворье? Вот у батюшка у нас священник. У него около ста овечек. Он сам пасет. Он приезжает то в деревню, в воскресенье служит, другой в Барнаул. Это мой родной брат. Он на пять лет моложе меня. А мне 81 год. Мы пришли сюда с большой целью людям рассказать о Христе Иисусе. Что Он умер за наши грехи и воскрес. Чтобы люди жили по-божьему. Кто не будет веровать и креститься, погибнет, в ад пойдет с сатаной. А кто будет веровать и креститься, получит рай. У нас очень большие ресурсы. У вас микрофончик далеко. А, да, я знаю, знаю. Плохой микрофон. Понимаете, ничего не слышно. Микрофон возьмите поближе. Микрофон плохой просто. А, вот. И вы запомните два слова только. Игнатий Лапкин. Запишите, это я. И по скайпу меня найдете. Я могу скинуть ресурсы. Вот сейчас, если вы зарядите Ютуб-канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Вот запишите четыре слова. Такого Ютуб-канала нету. Только один наш. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». «А что за ресурсы?» Канал написать надо. Канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». «У нас 17800 роликов». «Играйте Лапкин. 43 тысячи подписчиков». «Ничего не слышно». «43 тысячи подписчиков». «А просмотров 43 миллиона». «Просмотров». «Да, да, да. А вы сейчас снимаете, да, на Ютубе?» «Она все снимается, все будет стоять в Ютубе». «Да, да, да, да. Вот вижу, все увидел». «Вас как звать-то?» «Меня Андрей зовут». «Андрей?» «Да». «Андрей» означает «храбрый». Запомни. В переводе на русский язык с еврейского. Это еврейское имя. «Храбрый». «Таким и будь. С грехом борись. Никаких папирос в рот не бери никогда». «Если храм есть, пойди в храм, на исповедь, к священнику сходи, в православные церкви». «Ну, я все отхожу тогда, Андрюша». «Хорошо». «По скайпу, если по скайпу, Игнатий Лапкин, сразу на меня выйдешь». «Отошел».